Друзья, добро пожаловать на Геймстези! Зовите меня Джекман и мы продолжаем проходить Тунстракт. В прошлой серии мы немножко застряли. И я на самом деле понятия не имею, что нам делать дальше. Вот, ну будем разбираться, будем в этой серии разбираться, что же нам делать дальше. Так, смотрим, что у нас есть. На самом деле у нас дохрена чего есть. Перед тем, как записать эту серию, я попробовал все скомбинировать со всем. То есть каждый предмет пытался скомбинировать с каким-то предметом, ничего ни с чем не комбинируется. То есть нужно что-то искать, что-то найти. Также я забрал иголку вот отсюда вот с Клематрона. Думаю, нам больше Клематрон... Отверстия? Ой, зачем я это нажал? Нам больше не понадобится. Вот. А может понадобится? Не знаю. Не знаю на самом деле, не знаю. Так, единственное, что... Мне сейчас в голову приходит, это надо как-то избавиться от крокодилов. Вот. Которые находятся в этой комнате. Что? Подожди. Вот от них надо избавиться нам, короче. Единственный вариант, который мне приходит в голову, это их нужно чем-то накормить. Крематриус отрывается после тяжелой работы. У меня есть вот индейка, которую мы можем отправить к ним туда. Но мы отправляем эту индейку и ничего не происходит. Они просто жрут, ну как бы бьют друг друга и все такое, но ничего такого больше не происходит. Нужно в эту индейку что-то подсыпать или подложить, чтобы им стало плохо. То есть, ну чтобы, не знаю, они там уснули или что. Я не знаю на самом деле, понятия не имею. Я пробовал с хлороформом как-то. Видите? Ничего не происходит, не знаю. Может быть нужно что-то еще помимо хлороформа. То есть, сначала добавить что-то сюда, потом еще хлороформ. Хлороформ уже он воняет, может быть из-за этого как бы Дрю не мешает. Потому что крокодил сразу запозудрится, что за херня, типа. Конечно, не станут, есть индейка, которая воняет хлороформом. Так, и я сейчас тут случайно заметил, что скульптура какая-то из Гаргули. Давайте по взаимодействуем, посмотрим, что это за скульптура. О! То есть, ларчик вот так вот просто открывался, да? У нас синий кристалл, друзья. Тут тоже есть скульптура Гаргули. Не поддается. А, ну так у нас же есть иголка. Почему я ее называю иголкой? Это булавка. Вряд ли ты подействует на прочную каменную Гаргули. Ха. Ну давай молотком. Вряд ли ты подействует на прочную каменную Гаргули. Сейчас мы будем, короче, все пробовать. Так. Нет. Не знаю, давай наденем очки. Нет. Может быть, палец надо вставить? Нет. Ну просто здесь тут какая-то дырка. Тут вот, смотрите, есть рок. А вот тут вот... Что, подожди. Рок. Все еще можно снять рок. А! Вот, все просто оказывается. Э, погоди, погоди, погоди. Ты что, в смысле? Не понял. Ну-ка, сейчас. Не поддается. А может здесь надо... Может здесь надо здесь... Подожди, ну-ка отойдем. За язык поддергать. Нет, тут только если уйти на первый этаж. Подожди. Скульптура Гаргули. Нет, за язык не поддергать. Тут, видишь, как бы, когда мы наводим на рок, пишет рок. А тут, когда наводим на язык, либо нам предлагают спуститься вниз, либо скульптура Гаргули. То есть с языком не взаимодействовать. Давай так. И что-нибудь туда засунем, чтобы рок обратно не вылез. Блин, а что? А что? Давай вот так вот. Ну а если кристалл туда засунуть? Блин. Вот никогда не догадаешься, что... С чем здесь работает. Может быть, я здесь на какую-то кнопку наступаю? Может быть, надо как-то так обойти? Нет. Блин. Нет. Никак. Блин, теперь мне интересно, что же там такое лежит, интересно. Может быть, надо как-то снизу подняться сюда? Как это можно сделать? Ну-ка, подожди. Вот же. Через ванную. Раз. Так, раз. Глупость, конечно. Полная глупость, но... Здесь много всяких глупостей, и они срабатывают. Срабатывают. Тик. Сработало, прикинь. Еще раз? Ага. Ну, по идее, это не глупость, это логично. То есть, здесь, видимо, какая-то платформа, ну, спрятана кнопка вот под этими плитами, и когда ты наступаешь, и завеса как бы срабатывает. В общем, все очень просто, но куда применить эти три кристалла, я пока, конечно, понятия не имею. Тут нет. Подожди, я здесь пробовал как-то палец использовать, и что-то он сказал, по-моему, интересно. Так уже лучше, но я все равно не дотягиваюсь. Так уже лучше, но я все равно не дотягиваюсь. Может быть... Нужно что-то длинное, наверное, приспособить сюда, какую-нибудь швабру, я не знаю. Давайте искать швабру. Где-нибудь сейчас увидим швабру, сразу подберем. Швабра может быть ванной, например. О, смотри, след остался. Разбитое окно, подожди. Разбитое окно, может быть, мы можем подобрать стекло? Как сказал бы мой приятель Нефариус? Я уверен, что в стремительном падении воды есть много увлекательного. Самодовольный болван. Вот он кто. Слушай, а Дрю неплохо так изучил Нефариуса. Нет, нет, нет. Ничего здесь больше нельзя сделать. Может быть, что-нибудь можно выбросить? А давай попробуем на шарики улететь отсюда, я не знаю. Нет. Это костюм мухи, а не летающий костюм. Ну, как бы, видите, Дрю понял мою мысль. Я хотел отсюда как бы, ну, как-то выйти, может быть, как-то обойти, куда-то залезть. Я не знаю. Ну, всякая же может быть. Ладно. Нет, ну тут не вариант, вообще не вариант. Давай сходим к этим болванчикам. Вот с этим ящиком надо что-то сделать. Что у нас новенькое появилось? У нас появилось новенькое кристаллы, но они вообще никак не работают. Их куда-то надо будет, видимо, вставить. Их вряд ли с чем-то можно будет совместить. Вот. У нас появился палец. Я, по-моему, пробовал уже, да? Не, не работает. Ну, еще иголку, ну... А слушай, а что, булавкой же можно в замке взламывать? Почему нет? Нет, не сработало, по-моему. А, нет, сработало, смотри, он пошел. Опачки. Ух ты! Это же этот, третий лягушонок. Нет, приятель, не подходи ко мне. Все в порядке. Дай что-нибудь полезное, пожалуйста, дай мне что-нибудь полезное. Мои братья? Они послали тебя освободить на меня? Ну, эээ... Я знал, что так будет. Итак, друг, какой у нас есть план бебекства? Ну, этот план пока еще в процессе разработки. Так, все больше кое-какие наброски. Ну, хорошо, у меня нет плана. Эй. Ура. Секундочку. Ты что, ты пришелец? Да. Наверное. Да. Я слышу, что мне не парил, говорила тебе. И о каком-то устройстве для искривления пространства, которое он создал. Устройство искривления пространства? Он сказал, что может перенести тебя в твой мир. Он проводит эксперименты в этом замке на четвертом этаже. Мой мир? Эта штука может вернуть меня домой. Я не смогу вырваться отсюда без нее. А как же ты? Боюсь, я не очень хорошо помогаю тебе. Не волнуйся за меня, друг. Теперь, когда я на свободе, я смогу добраться до берега, и там мне помогут. А ты поищи пока это устройство. Добраться до берега? Ну, это же невозможно. Для лягушки нет ничего невозможного. Я оставлю тебе вот это. Да, мне кажется, это имеет какое-то отношение к искривлению пространства. Но я точно не уверен. Один из слух Непариуса уронил это. Спасибо, Рэй. Спасибо, что освободил меня, друг. Я никогда тебя не забуду. Желаю удачи. Она тебе явно-явно понадобится. Вот так вот, значит, да? Дал мне кристалл и свалил. Ничего полезного он мне не дал. Так, с помощью этих кристаллов, видимо, мы сможем активировать какую-то хрень для искривления пространства. Так, может быть, в ящике что-нибудь еще есть пустой ящик. А почему палец указывает в него? Мне что, надо сесть в ящик? Спрятаться в ящике. Самый старый трюк в истории. А зачем? Выбраться из ящика теперь. А-а-а! Можно прыгать. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо. А зачем я это делаю? А-а-а! Этот динамит сейчас мы возьмем. Точно-точно, вот зачем я это делаю. Пошли. Ты давай там своим ухом это самое. Слушай музыку нафиг. Типичок глазастый на меня смотрит. Тихо. Интересно, этот... Как будет реагировать? А, тоже смотрит просто. Просто у этого-то уха, у этого глаза, как бы этот ухом такой, типа, прислушивается, а этот, типа, глазами смотрит, а этот, вот я думал, может быть, не знаю, чем-то скажет, но он просто тоже смотрит. Есть. Отлично. Теперь будем назад, так... В натуре. Э-э, ты че... Мне достаточно. Че-то как-то... Ребята, разве мы не должны охранять наши запасы? В... Валет, вы быстрее. Я думал, мы играем в карты. Мы и так играем в карты. Ну, ну ладно. Нет, то есть туда мы прыгали, как бы, так аккуратно, так-так, осторожно, да? А обратно, хоп-хоп-хоп, сразу так, типа, это... Че-то как-то, блин, не знаю. У нас есть динамит. Динамит. Что мы можем сделать с динамитом, интересно? А, то есть у нас дохрена динамита, видите, у нас целый ящик динамита. Ну-ка, еще могу достать. Нет. А зачем... Или че, я взял целый ящик с одним динамитом, или че, у нас там дохрена... Ну ладно, хрен с ним, короче. Прилепить, прилепить, прилепить к шарику, может быть. Взручатка почти бесполезна, если ее не зажечь. Ну окей, ну... А к чему прилепить-то? Взручатка почти бесполезна, если ее не зажечь. Взручатка почти бесполезна, если ее не зажечь. А к чему прилепить-то? Взручатка почти бесполезна, если ее не зажечь. Зажечь. Погоди. У меня идея. Так. Вот. сейчас печку нахрен взорвем к чертям вот очень короткий надо поспешить и отправим туда все мы избавились от этих аллигаторов смысле и все что ли они нам обратно отправили беги дрю беги ты чё делаешь идет бежать надо ну вот идиот короче я понял что нужно делать так надеюсь здесь еще есть сейчас я могу прилепить это так нам нужен клей а клей у нас находится где или можно просто засунуть индейка и начинка все засунули так а погоди погоди нет 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 сначала поджечь надо поспешить вот и сюда вот вам ребятки угощайтесь надеюсь теперь то все сработает ой дурали и ой дурали снежками прямо ой блин да ой блин вообще кожаные изделия блин так смотри аж дверь вынесла их плана повеселиться с треском провалились ешь тут сумка из крокодилей кожи сапоги и ремень а вот эти вот монетки что это такое давай заберем они выглядят более привлекательно все же не хочу дотрагиваться до них а затем есть немножко жаль то есть даже не немножко мне вообще их жаль чуть милые арригаторы думаю восьмой шар пал в борьбе за бильярдный стол сужаки отлично все я знаю теперь как нажать кнопку то наверху вот ведь и дали до нашли всего лишь игну то есть я взял иголку и сразу такая череда разгадок пошла так сломанный монитор да здесь все пострадало при взрыве на кухонный лифт и достаточно повеселился с этим ну ладно идем наверх на tx надо объединить наверно да отлично и надеюсь больше нам ничего не надо давай только дотянись ладно не говори что типа не дотягиваюсь отлично 1 2 3 4 5 6 7 почему он посчитал это же те самые двери которые это делал как его робота вот здесь смотри есть отпечаток руки это значит комната нефариуса а здесь значит госпожа фортуны или фортуна сюда нужна рука нефариуса но нефариуса здесь замки нет он улетел соответственно мы его руку отпереть не сможем если только как то попробовать не знаю отлить его руку сделать из чего-нибудь не знаю там из воска или чё там и приложить сюда но подожди сюда должна подойти как помню тот робот говорил лапа ну смысле рука и госпожи фортуны а смотри кнопка нет как сканер а даже не стоит пытаться а чего-то эти хочу это не была зарегистрированная рука давайте сначала внимательно все осмотрим это выход а это снова выход это что месяц охрана дверь еще одна охранная дверь гораздо более уродливая по-моему симпатично смотрится вы не находите осмыль глаза загораются у него в этой херни глаза загорают смотри нет нет это ничего не значит ну здесь ну пойдем сюда с этим тоже не позовем действовать ну-ка здесь здесь по моему голос да нужен голос опознавания голоса приветствует вас если вы не являетесь зарегистрированным пользователем я советую вам оставить ваши детские забавы пока кто-нибудь серьезно не пострадал а именно вы в противном случае произнесите ваше имя после утка просто тут робот сказал что он сделал два варианта замка один рукой а другой типа голосом открывается тег мы что нам предлагают типа вариант подражать тормозу лупоглазому замудим нефариусу очевидно что попробуем подражать нефариусу но я думаю что у нас ничего не получится нефариус но следовало ждать самозванец несмотря на твою жалкую попытку проникнуть в мои владения я сделаю тебе предсказание в будущем тебя ждут серьезные неприятности очень серьезные могу даже сказать что нечто скверное произойдет с тобой очень скоро интересно что она имеет в виду сейчас под ним это люк откроется они о смотри мультяшнулся видел он мультяшнулся но видим у нас бесконечно попыток так ну-ка давай пропускай это дело ну ну давай подражать тормозу 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 и зануде и записать их голоса, потом, не знаю, как-то, не знаю, найти нужное слово, я не знаю. Сейчас, сходим сначала туда. Послушаем их вообще. О чем мне с ними говорить? Попроситься обратно в тюрьму? Блин, сейчас будем ждать, когда они заговорят. А почему они не разговаривают? Разговаривайте. Мне хватит той черепчатки, что я раздоблю. Радио работает слишком громко, странно, что они еще могут слышать собственные мысли. Ну, поговорите уже. Подожди. Ээ, ребята, разве мы не должны охранять наши запасы? Мы только их охраняем. Я думал, мы играем в карты. Мы только играем в карты. Ну, что потом? Ну, ладно. Что-то я не знаю, у меня никаких идей. Они не называют тут свои имена. То есть, даже если я запишу их голоса, то надо же мне, чтобы они свое имя назвали. Или это не принципиально? Ну, пойдем попробуем еще какие-нибудь, не знаю, варианты. Я же не все варианты попробовал. Я же попробовал только нефариуса и этого, как его. Этого, как его? Тормозу. Тормоза, голос тормоза. Давай попробуем лупоглазого. Ну, блин. Здесь не так просто все. Оп, снова мультяшнулся. Ну, что, у нас остался этот? Зануда? Говорит мисс Фортуна. Система опознавания голоса приветствует вас. Произнесите ваше имя после гудка. Зануда. Зануда. Зан... Зануда. Голос не опознан. Самозванец. Ой. Блин. Че делать-то? Как быть? Блин, а может быть мне надо как-то голос поменять свой? Ну, в смысле с помощью чего-нибудь. Например, гелия. А если на себя? Так. Дело пошло. Дело пошло, друзья. Здравствуйте. Говорит мисс Фортуна. Система опознавания голоса приветствует вас. Произнесите ваше имя после гудка. Ну, это точно не подойдет к Нефариусу, но Нефариусу не такой высокий голос. Вот кто-то из этих троих будет. Кого попробуем? Наверное, любого. У них одинаковый гол... У них одинаковый гелися. Че со мной такое? У них одинаковые голоса. Почти. Эм... Называется середина ночи. Глазый. Голод не опознан. Самозванец. Ой. Да блин. Ну, короче, я на верном пути. По-любому на верном пути. Сейчас попробуем еще. Здравствуйте. Говорит мисс Фортуна. Надеюсь, эффект гелия не это самое, не кончился еще. Произнесите ваше имя после гудка. Тормоз. А, нет. Кончился, видимо, эффект. Голод не опознан. Блин, сейчас я тебе опять шарик наполнять этим гелием, что ли? Не повезло. Ну. А... Давай попробуем перчатку, что ли. Может, тоже сработает. Ой, смотри-ка, сработало. То есть у нас есть две попытки, если что, за раз. Здравствуйте. Говорит мисс Фортуна. Система опознавания голоса приветствует вас. Произнесите ваше имя после гудка. Ну, не знаю. Ну, давай попробуем... Да вряд ли не Фариус, блин. Не, не может быть. У не Фариуса не может быть голос. Как... Ну, короче, не может быть таким высоким. Не знаю. Тормоз. Да твою мать. Остался только занудый и не Фариус. А шарики у меня кончились. Придется идти сейчас их наполнять гелием. Надеюсь, клоун не пришел еще в себя. Но он там столько холроформов вдохнул, что... Вряд ли он придет в себя еще в ближайшие несколько дней. Так. Шарик. Отлично. И... И перчатку тоже наполним. Сейчас мне это не поможет. В смысле? А, во. Я, видимо, на себя наводил. Ну все, пошли отсюда. По-бырому. По-бырому. Надо срочно спасаться и спасать мир. Так. А-а-а. Здравствуйте. Говорит мисс Фортуна. Система опознавания голоса приветствует вас. Произнесите ваше имя после гудка. Ой. Ну этих я уже пробовал, значит, и этого нет смысла. Значит, надо пробовать нефариуса. Ладно, давай попробуем еще зануду. Ну, вряд ли сработает. Голос опознан. Добро пожаловать, мистер. А, сработало. Зануда. И это все? Я пошел. Старый фокус с изменением голоса при помощи гелия никогда не подходит. Отличненько, отличненько. Слушай, а мисс Фортуна вообще... Здесь или она тоже это ушла? Она видит меня? Е-мое. Все, она же мне палит, смотри. Да. Все, попались. Все так, как я и предвидела. Скоро мой хозяин завладеет добролетом. Подожди-ка. Что это? Король Хью? В воздухе? Он преследует Живчика? Он зол? Он хочет захватить добролет. Надо предупредить хозяина. Живчик, теперь у тебя на хвосте два сумасшедших. Я должен торопиться. Я не понял, а что она меня не видит, что ли? Тут же штора открыта, блин. Я прямо перед ней стою. Или она очень сильно увлечена своими предсказаниями и смотрением в шар? И что мне делать? Я не вижу, что там за занавеской. Там мисс Фортуна. Она же меня сейчас загипнотизирует, блин. Или позовет охрану. Хотя, какую охрану? Я от всей охраны избавился. Одних я выбросил в окно, других я... Пустил на ремни и сумки сапоги. Один спит там сладким сном. Второй вырубился об стену. Тик. Мы пойдем прямо к ней, что ли, че? Я не вижу, что там за занавеской. Так, нора мисс Фортуны. Какая нора? Ну что, мистер Бланк? Станцуем? Ну все, я же говорил, он меня закомпентизирует. Все, в штырило. Ну началось. Развлекается по полной она, видимо. Короче, я понял. Я хочу себе такого же цвета джинсы и пиджаки и футболку. Мне реально нравится и его костюм. Ну то есть цветак подобранный. Ой, здрасте, приехали. У меня для тебя новости. Это еще что ли? Это пылесос, что ли? Но я вот... Я потом посмеюсь. Я скоро уберу здесь все до последней пылинки. Подземелье будет так же чисто, как... Здесь больше не будет грязи. Выбирайся сам. Тик. Что мы можем сделать? А, у меня аж нет коврика. Коврик там теперь, да? Блин. А, с пылесосом можно подземельствовать. Ну давай посмотрим. Так, вдув-выдув. Вкл-выкл. Ну давай. Сейчас вдув идет. Давай выдув сделаем. Блин. Он переключает. Выдув нафиг. А если вкл... А, выкл сделаем. О. Ничего не происходит. Тик. Но выдув не работает. Выкл тоже. А если мы сделаем выкл? Выдув. Нет. Но уже видишь, он как бы смотрит в этот, в шланг, или как это называется. И если в этот момент как бы выдув сделать, то пыль вся ему прям в лицо. А, так... Ой, туплю. Смотри. Короче, что делаем? Сначала делаем выкл. Потом мы делаем выдув. А потом мы делаем просто вкл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ииии мы получаем ключик. Оу. Да ты ниндзя? Не, ну Дрю уже все, он уже опытный. Надоело. Постоянно собирать свои вещички. Мисс Фортуна там же осталась, или она ушла куда-нибудь? Так, она же здесь нас не видит. Что с тобой, коза, делать, а? У нас еще шарик остался. Нет, это ничего не дает. Ну, не знаю, я не знаю. Сейчас я к ней зайду, а она меня опять загипнотизирует. А если я в костюме мухи? В таком костюме я могу подхватить вирус. Блин, вообще к ней идти. Она же, ну, она реально загипнотизирует меня. Может ей кристалл кинуть? В ее кристалл. А, здесь, здесь просто пишут за занавеску. Это даже наводится не на Фортуну, а за занавеску, за занавеску, короче, просто. То есть, хоть куда наведи, будет просто за занавеску. Тут он какой-то дым. У меня же есть динамит. Я ее сейчас к херам взорву и все. Пусто? А зачем тогда мне этот ящик? Пусто. Мод уже мне никогда не пригодится. Присоску в нее кинул. Прямо ей в лицо. Прямо в глаз. Нет. Может быть, надо как-то с закрытыми глазами к ней подойти. Слушай, так это же этот, как его, очки. Ну, это же как бы, они же зеркальные, да? Ну-ка, подожди, смотри. Это же зеркальные очки. Зеркальные очки. Это же есть, как его, медуза Гаргона. Она же, когда, типа, людей в камень превращала, там же какой-то чувак пришел, короче, и подставил щит, она увидела свое отражение и сама окаменела, помните? А она же сказала в предсказании, что, типа, там, пока там какой-то, этот, рыцарь не начнет ходить и пока он не возьмет меня под контроль, что-то такое, короче, сейчас я ее сам загипнотизирую. Смотри. А, надо на себя, наверное. Думаю, стоит кое-кому продемонстрировать, как я круто выгляжу в своих новых очках. Вот, что значит знать мифологию, друзья. О, незваный гость. Ну, давай, давай. Сейчас сама себя изгипнотизируешь, дурочка. Ну, че, дурочка? Лови. Строим же оружие. Бедная киска. Так, забираем у него кристальный шар. Шар неисправен. Или это просто глицериновая игрушка? А, и все, что ли? А, мы сейчас ее за ручку возьмем, подтащим туда, и она нам откроет дверь. Эй, есть кто живой? Эй, котенок. Да, хозяин. Хозяин? Она назвала меня хозяином? Да, хозяин. Ты не прикидываешься, нет? Я не могу вас обманывать, хозяин. Только подчиняться. Я хочу верно служить вам, хозяин. Ха, это становится интересным. Хм. Загипнотизированная мисс Фортуна. А, я ее прям взял. А, так ее, наверное, как живчика можно использовать, типа, куда-нибудь. Давай, иди туда. Мисс Фортуна. Да, хозяин. Я хочу, чтобы вы пошли кое-куда. Ради вас, хозяин, хоть на край света. Вообще-то всего лишь в холл за дверью. Как пожелаете, хозяин. Не знаю, мне как-то жалко мисс Фортуну. Ну, она, ну, может, просто она, как бы, попала под дурное влияние. У меня вообще, в принципе, как бы, к кошкам это. Я неравнодушен, поэтому мне кошек всегда жалко. Тик. А, ну, что-то я думаю-то, блин. Ладно, вы из права хотите мне помочь выбраться отсюда? Приложите свою лапку к сканирующему устройству. Я живу только для того, чтобы подчиняться вам, хозяин. О! Большое спасибо от всей души. А теперь брысь. Брысь? Ну, в смысле? Убирайся. Меньше всего мне сейчас хочется, чтобы за мной увязался пушистый лунатик. Убираться. Слушаюсь, хозяин. С другой стороны. Сейчас она начнет уборку делать. Воспользоваться такой ситуацией. Мисс Фортуна. После того, как вы проснетесь, вы будете чувствовать себя так, словно у вас в шерсти завелась целая армия паразитов. У вас постоянно будут чесаться те места, куда вы не сможете... Дрю, ты просто жестокий. ...чесаться, как уличная кошка. Как пожелаете, хозяин? При встрече с Нефариусом или с кем-то из его слуг, вы будете разговаривать с ними только на самом грязном и извращенном жаргоне. И никакого страха обидеть или испугать их. Грязный и извращенный. Да, хозяин. Что касается меня и моих друзей, вы будете с нами всегда очень милы и приветливы. Как вам это понравится? Замечательно, хозяин. Мне нравится ваша прическа. Молодец. Быстро ухватило. Прощай, крошка. Не скучай. Блин, Дрю, ты слишком жесток. Оставим давай просто ругательство и все. А в шеи пусть не будет. Ну что это такое, а? Я не хочу, чтобы эта кошка где-нибудь заблудилась. Ой, то есть переживаешь, что она заблудится, а то, что она будет всю жизнь чесаться, да, и страдать, это тебя как бы не волнует. Меня не устраивает такое, я не согласен. Смотря там все еще стоит и качается. О, вот это панель. Так, смотрим, ну-ка, центр управления. Устройство для искривления пространства. Рычаг. Ну, первым делом мы должны дергать рычаг. А это что такое? Ворота. Монитор. Не поддается. Думаю, стоит снова включить питание. Ну-ка, подожди, монитор. Питание отключено. О, злоболет. Так, питание отключено. А, ну-ка. Дверь не даст мне пройти. Питание, кажется, отключено. Какая дверь не даст тебе пройти? Скажи, что здесь просто стекло, которое не открыть. Что за перевод, блин? Панель. Давай посмотрим, что за панель. Миша, ну, скорее всего, сюда надо кристаллы вставить. Дай попробуем. А в каком порядке, интересно? Тек. 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 И тек. Ничего не происходит. Ну, естественно, потому что я не знаю, в каком порядке их надо вставить. Смотри, красный светится. А эти не светятся. Ну-ка, погоди. А, то есть красный находился на своем месте. А, так все просто. Смотри, короче, что мы делаем. О, желтый тоже правильно встал. А вот зеленый нет, значит, меняем их местами. Все. Все очень просто. Забираем. Ну, давай дергаем. Отлично. Забираем устройство. Держись, Нефариус. У меня твой искривитель и пространство. Я умею им пользоваться. Хотя нет, но я все равно что-нибудь придумаю. Да, и пока мы не будем ее использовать, потому что нам надо сначала спасти... Этот мир. Монитор. Освещение. Анка, подожди. О, так он еще, смотри, злоболет, он еще под каким-то колпаком. То есть, там какая-то типа это, энергетическая броня, или как это, энергетический щит, который нас шарахнет током. А ну-ка, освещение. Ангар, кабина, силовое поле злоболета. Так, освещение включено. Ангар закрыт. Кабина закрыта. Силовое поле злоболета. Выключить. Блин, я ничего не могу сделать. Что делать? А! Освещение. Нет. Ну, ладно. Кабина открыта, но освещение выключено. Это что такое? Освещение. Так, освещение выключено. Ангар открыт. Кабина открыта. А, силовое поле выключено. Но нам надо ведь включить свет, наверное, или что, мы в темноте сможем? Если что, куда-то идти, надо бы включить свет. Ну вот. Нет, нам это не надо. Ангар закрыт. Кабина открыта. Не подходит нам это. Ангар теперь закрыт. И освещение выключено. Закрыто, закрыто. Ну-ка. Кабина закрыта. Нет, мне так не нравится. Я это выключаю. Блин. Ну, блин, ангар закрыт. То есть... А, еще и силовое поле. Еще и силовое поле. Включено. Ну, блин, тут надо как-то правильно скомбинировать, видимо. Ну-ка. Включено. Открыто. Открыто. Выключено. Идеально. Идеально. Ну, держись, Нефариус. А Дрю вообще сможет управлять злоболетом? Он же управлял только добролетом. Будем надеяться, что у него все получится. Да, получилось! Йо-ху! Вот так. Примите мои поздравления, мистер Планк. Я, конечно же, знал, что вы появитесь здесь. Оставь свои поздравления при себе. Я не встречал такой убогой охраны с тех пор, как... как последний раз видел твоих верных слуг. Должен признаться, я ожидал от тебя большего, Нефариус. А теперь можешь попрощаться со своей машиной. Одну минутку, мистер Планк. Не утруждай себя, Нефариус. Нам больше не о чем говорить. Не о чем? Тогда скажи мне вот что. Зачем тебе связываться с этой... Когда я могу просто отправить тебя в твой мир? Никаких сделок. С меня хватит. Но, мистер Планк, это же в ваших личных интересах. Вспомните ваш прошлый неудачный побег. Время идет. Возможно, это ваш последний шанс. Мне не нужна твоя помощь, Нефариус. Я уже нашел твой искривитель пространства. И сейчас собираюсь навестить тебя на небесах. Стой. Я приказываю. Я еще не окончил. Почему по-английски написано? Давай же, проклятая машина! А вот он, Нефариус. И ты, Живчик. Давай, давай. Я почти на месте. Прощайся. Живчик, дружище, держись, держись. Живчик, Живчик. Это я. Живчик! Ну, как дела? Привет, друг, друг. Живчик! Прости, Живчик, это единственный способ. Да, как дела? Привет, друг! Где это я? Фу, я лечу! Живчик, где ты опять? Ну, там внизу хлеб или что? Хлеб? Ай, разобьюсь насмерть. Перестань, трусишка. Никто еще не умирал от падения. Хотя в твоем случае все может быть по-другому. Живчик, все гораздо хуже. Нефариус колол в меня какую-то дрянь. В любую минуту я могу превратиться в мультяшку. Даже если я не умру при падении, я останусь здесь навсегда. Друг, я так рад. Слушай, я знаю, как я могу вернуться домой. Я украл унифариус устройство для искривления пространства. Не знаю, как им пользоваться. Может, меня разнесет на куски, но я собираюсь включить его прямо сейчас. Стой! Возьми вот это. Это складное переговорное устройство. В общем, так мы с тобой не потеряем друг друга. Спасибо, что спас меня. Короче, и мне повезло. Мне тоже. Прощай, дружище. Прощай, дружище. Прощай, дружище. Так, я заснул. Мой сон что-то значит. Ну, конечно! Шоу пушистого хвостика не нужны кролики. А шоу пушистого хвостика нужен живчик неуемный. Макс, реально? Да! Так-так, Бленк, пришли пораньше. Что с вами случилось? Думал всю ночь, мистер Шмальц. Хм, сделайте одолжение. Сбрейте свою щетину. Ладно, показывайте мне ваших кроликов. Вообще-то, сэр, то, что я вам покажу лучше кроликов! Лучше кроликов? О чем, черт возьми, вы говорите? Я говорю... О живчике неуемном! О живчике каком? О живчике неуемном, сэр! Живчик неуемный! Эти рисунки сами вышли у меня из-под пера. Именно то, о чем вы и думали, когда говорили, что у шоу пушистого хвостика нужен новый взрыв энергии! Правда, я думаю, живчик назвал бы это скорее ударом изнутри по черепу! Понимаете, сэр, это открытие! Они веселые, они игривые, у живчика свой характер, но у него есть привычки хвостик! Хвостик и живчик! Озорной и веселый! Веселый и озорной! Инь и Янь! Янь и Инь! Ить, Янь, Блэнг! Я долго терпел ваши выходки, но это... Это непростительно! Вы своими руками пытаетесь уничтожить то, что хвостик создавал за вас в течение последних десяти лет, да? Не-не-не-не-не-не, сэр, нет! В таком случае предлагаю вам сделать так, как я сказал. Сделайте мне огромную, пушистую кучу самых лучших кроликов, которых только видел свет. Первым же делом, завтра утром. В противном случае вас ждет приятная новость. Удар изнутри, кампании по вашей заднице. Да, сэр. Спасибо, сэр. Прости, приятель. Я старался. Очень старался. Как бы я хотел, чтобы ты сам с ним разобрался. Ну вот. Ничего тебе не приснилось, чувак. Все было по-настоящему. Ха-ха-ха-ха-ха. Дру! Дру! Живчик! Дру! У нас неприятности! У нас? Немфариус и хвостик все еще живы! Нам нужна твоя помощь! С удовольствием, но... но... подождите, подождите-ка. А как я попаду к вам? После укола, что тебя всадил Немфариус, это уже не проблема! Живчик! Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, друзья, да уж Это было весело Это было весело и интересно Что печально, то что Концовка как бы Говорит о том, что Должна была быть вторая часть Но Ее нет Жаль, что нет второй части Потому что реально закончилось Можно сказать на самом интересном месте Ну что, надеюсь вам понравилось Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк Если вы еще не подписаны на мой канал То обязательно подпишитесь, комментируйте А с вами был Джекман, желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok